Творческое объединение университет представляет Интересные факты, важные новости, неожиданные открытия и люди. Здравствуйте! В эфире еженедельная студенческая программа «Альма-Матер». Новгородский государственный университет. События за неделю. Телеверсия. На этой неделе наш вуз посвятили представителя Апалачского университета. Американские преподаватели подготовили для студентов цикл лекций. Говорили о цифровизации образования, распространении информации и онлайн-курсах. Подробности расскажет наш человек-оркестр Андрей Шестаков. Новгородский университет ведет работу со многими вузами и международными организациями по всему миру. В рамках проекта по разработке и преподаванию совместных онлайн-программ наш вуз посетила делегация Апалачского университета. Американские профессора поделились своими исследованиями в сфере цифрового образования. В чем смысл вашей лекции? Цель моей лекции — поделиться передовым опытом в области устойчивого развития по всему миру. Устойчивое развитие в разных странах очень различно. И я хочу поделиться опытом США в этой области, по всему миру, в том числе и здесь, в России. По мнению Либола, обучение в США практически не отличается от российского. Оно идентично. Делая поездка в Новгород — для него в новинку. Впечатлений осталось масса, а совместная работа с новыми коллегами — одно удовольствие. Мы живем в 21 веке. Образование становится цифровым. У нас есть возможность поделиться знаниями по всему миру в тех местах, которых мы так и не смогли достичь раньше. Мы можем легко работать с коллегами через Zoom, Skype, YouTube и Google Docs. Это очень удобно, и поэтому мы пытаемся найти способ. По крайней мере, я сильно заинтересован в устойчивом развитии. Выступление продолжил профессор Херб Браун. Он поделился с студентами техническими аспектами образования, передачей знаний через интернет и социальные сети. В своем докладе ученый объяснил аудитории такое понятие, как перевернутый класс. Перевернутый класс — преподавательская методика для занятий со студентами. Она не является полноценной онлайн-моделью получения образования. Лишь часть студентов обучается через интернет, а остальные традиционно занимаются с преподавателями в аудитории. По этой программе профессоры оцифровывают свои основные лекционные материалы и выкладывают их на YouTube для ознакомительного просмотра перед занятиями. Какие преимущества и недостатки этой программы? Несомненно, самое большое преимущество заключается в том, что вы свободны в классе, чтобы действительно заниматься наукой. Если вы в научном классе, то можете больше заниматься научными экспериментами или другими вещами, на которых вам не хватило времени. Появляется больше времени для занятий со студентами один на один или для более глубокого обсуждения на занятиях. Лекции заинтересовали лингвистов и студентов кафедры непрерывного педагогического образования. По их словам, главную идею выступлений можно выразить в нескольких словах. Где угодно, когда угодно, отмотай и пересмотри. Что ты узнал нового из этой лекции? Во-первых, я много чего нового открыл для себя о инвероменталистике, о окружающей среде. В первой лекции, во второй я узнал новую модель преподавания, довольно интересная. Мне понравилось, что преподаватели, читающие лекции, были довольно открыты. И разносторонние темы были. Мне кажется, что как раз такой широкий спектр темы – это замечательно, что вот такие мероприятия нужно проводить чаще. Все это старая информация, но в новом ключе. И для меня лекция профессора Брауна была, возможно, важнее, потому что его модель перевернутого обучения, возможно, поможет мне в будущем. Я планирую связать свою жизнь с обучением детей. Эта схема интересна тем, что она действительно полезная. Это хорошая идея, мне кажется. Я обязательно возьму ее на вооружение. В первую очередь мне было интересно услышать носителей английского языка. И было очень приятно, что профессора из американских университетов приехали к нам в Великий Новгород. И поделились своим опытом, который, возможно, в чем-то для нас новый. И мы будем перенимать у них этот опыт. Образовательные лекции от зарубежных преподавателей рассчитаны на несколько дней. После Великого Новгорода американская делегация планирует посетить Санкт-Петербург, где продолжат рассказывать студентам о инновациях в методиках преподавания. Быть единым целым, но уважать индивидуальность каждого, что может быть лучше. Присоединяя Крым к России, опирались на мнение крымчан и людей по всей стране. Свою поддержку выразили сотрудники и студенты Новгородского университета. На митинг-концерт отправился и наш корреспондент Виктор Михайлов. Какой сегодня день, кроме дня выборов? Кто-нибудь знает из вас? Да. Прекрасный день, прекрасный, очаровательный. 18-е. Лучший день в году. А кроме того, что это лучший день в году, это 18 марта. Какой еще сегодня праздник? У кого-нибудь день рождения наверняка. Сегодня, помимо того, что сегодня выборы, я в курсе присоединения Крыма к России. Сегодня день присоединения Крыма к России. Был эфирентом, проводился в этот день. В четвертую годовщину присоединения Крыма и Севастополя митинги-концерты проходили по всей стране. На площади Победы Софийской собрались студенты, сотрудники Новгородского и жители города. Сегодня мы все с вами сделали выбор. Выбор, который определит стратегию развития России на ближайшие 6 лет. И сегодня впервые жители Крыма и Севастополя выбирали наше общее будущее вместе. Друзья, я поздравляю вас с этим выбором, с праздником вас и с началом новой эпохи, нового будущего нашей великой страны. Новая история для жителей полуострова началась 18 марта. В 2014 году Республика Крым и город Севастополь были приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами. Вы знаете, дело все в том, что когда пришел к нам обратно наш Крым, наша страна стала сильнее, могучее. И, конечно же, сегодня она выбрала сильного и могучего президента. Ура, друзья! С праздником всем! Всем спасибо большое! Со сцены для жителей города выступали местные коллективы «Малахит» и «Малиновская банда». Те, находящиеся на площади, подпевали, размахивали флагами и кричали «Россия!». Несмотря на холодную погоду, люди не расходились с площади, а студенты Новгородского университета согревались чаем и танцами. Слушатели «Малой академии» встретились с мэром Великого Новгорода. Юрию Бобрышеву задавали вопросы о социальных пособиях, благоустройстве и уборке территории. Интересовались и личными темами. Подробности в материале Татьяны Барковой. В последнее время молодежь все больше интересуется политикой, поэтому на встрече с мэром конференц-зал Политехнического колледжа был заполнен до отказа. Юрий Бобрышев обсудил с молодым поколением социально-экономическое развитие города. Рассказал о перспективах и проблемах. До развития Новгорода нашего, или программы точнее, она в принципе существует их несколько. Большие тома разрабатывались до 30-го года и дальше, до 25-го. И я считаю, была ошибка, когда мы, собственно говоря, в кабинетах этот план рождали и практически очень мало обсуждали с людьми разных уровней, то есть с жителями нашего города. И особенно, мне кажется, была ошибка, что практически не задействовали молодежь. Школьники и студенты узнали о современном состоянии города и планах на ближайшее будущее. За прошлый год построено более сотни тысяч квадратных метров жилья. Открыта новая школа, которая вмещает около полутора тысяч человек. На ближайшие два года запланировано построить еще одну школу, ясли для детей от двух месяцев, а также капитальный ремонт Колмовского моста, которого не было уже 40 лет. Наша область новгородская, она по территории большая, населения очень мало. Все равно население из деревень убывает. Наша задача, чтобы эти ребята не уезжали ни в Москву, ни в Питер, приезжали в Новгород. Вот какие задачи ближайшие. В конце встречи мэр города отвечал на вопросы юных слушателей. Спрашивали не только о политике. Школьников и студентов интересовало, как реагировать на критику и решать конфликты в коллективе. Задали вопрос и про уборку территории Новгорода. Юрий Бобрышев отметил, что в этот раз город убран плохо, и это необходимо исправить. Встреча прошла очень хорошо. Юрий Иванович очень доступно все рассказал. Очень интересно. Немножко позадавали мы вопросы ему по поводу нашего города, великого Новгорода, по поводу развития и дальнейших перспектив в учебе и в работе. Получили очень много полезной информации. Привлечение талантливой молодежи важно для развития города. Нельзя отрицать, что Новгород сейчас во многом нуждается. Однако улучшение зависит не только от правительства. Именно молодое и активное поколение может реализовать новые идеи. Посмотреть архив нашей программы и узнать последние новости о деятельности вуза вы можете на сайте Новгородского государственного университета или в нашей группе ВКонтакте. Смотрите, не пропустите. С чего начинается бизнес в продолжении федерального проекта «Диалог на равных». Замерзнет ли регион? Мнение ученых университета. Русский город как икона. Лекция томского профессора. Это и многое другое. Смотрите прямо сейчас. Продолжаем «Альма-Матер». Открыть свое дело легко, а повесить над входом воздушные шарики с табличкой «Мы закрылись» еще легче. С чего начать и как сохранить свой бизнес? Своим опытом со студентами и нашим корреспондентом Ольгой Чернышовой поделился предприниматель Артем Горелов. Для того, чтобы пожинать плоды жизни, сперва их нужно посеять. Артем Горелов поделился со студентами секретами успешной карьеры. Управляющий сетью ресторанов Великого Новгорода и Санкт-Петербурга принял участие в проекте «Диалог на равных». Своё выступление он начал с вопросов о построении планов и целей на будущее. Я вижу, что молодежь, она имеет и возможности, она их не использует. И я как раз своим выступлением хотел стигнуть их, чтобы они максимально брали от жизни все. И от жизни личной, и от профессиональной жизни. По мнению гостя, создание и следование собственным целям – это единственно верный вектор достижения успеха. Именно так студенты смогли в реальном времени заглянуть в своё будущее. Для этого спикер попросил участников встречи закрыть глаза и просто помечтать. А Бакумов Павел вызвался рассказать, каким он себя представляет через несколько лет. Что нужно делать? Шоу будут бросать примерно, например, получить знамение, получить разорвание. Я в них помогаю, это сам. Понятное дело, что сначала закончить, лучше прорываясь, а потом отлететься. С одной стороны, чтобы еще помелось, где есть. Осталось только научиться расставлять приоритеты и не останавливаться на пути к мечте стать успешным, пояснил Горелов. Для будущих экономистов разговоры о бизнесе наиболее актуальны. Поэтому предпринимателю пришлось отвечать на множество вопросов. В основном студентов интересовала реализация проектов на малой родине. Как работают деньги? Другие экономистам рассказывают ежедневно, но сразу стать бизнесменом не получится. Уверил молодежь Артем Горелов на собственном примере. Но все равно настроил. Начинать работать и строить цели нужно сейчас. Такой подход замотивировал студентов. Цель на жизнь стать бизнесменом, а как вариант просто. Почему нет? Попробовать однажды все должны. А помог советам. Я не думаю, что прям помог. Может, воодушевил маленько, где-то подтвердил какие-то мои догадки, где-то помог ответить на вопросы, которые я даже ему не задавал так мысленно. Где-то, может быть, развил какие-то сомнения. Ну и в целом просто подкрепил веру, что в Новгороде есть люди, которые что-то построили, которые говорят, что можно делать, можно обращаться. Статистика бизнеса в России за последние 10 лет демонстрирует закрытие предприятий малого бизнеса больше, чем их открытие. Потому что создать успешный бизнес и не прогореть крайне сложно. Вероятно, общение с успешным и молодым ресторатором действительно вдохновит студентов на отличные бизнес-идеи. Прогноз погоды удивляет нас и метеорологов. Поэтому неутомимый корреспондент Ксения Капитанова задалась вопросом. Существует ли угроза вечной мерзлоты или наоборот глобального потепления? Отвечали ученые и студенты Новгородского университета. В последнее время интернет-ресурсы пестрят статьями об изменениях среднегодовых температур и даже климата. Кто-то свято верит в правдивость данных. Некоторые относятся скептически, а иные вообще не обращают внимания. Даже некоторые студенты не знают, что такое вечная мерзлота. Что такое вечная мерзлота и из чего она состоит? Изо льда. Вечная мерзлота – это замерзшая почва, где ее температура не поднимается выше нуля. Это зимой вечная мерзлота. Ну а потом приходит весна и тепло, и очень круто. Я думаю, что это когда круглогодично холодно, к примеру, в таких регионах, ну не регионах, а в таких континентах, как Антарктида и Антарктика, скорее всего там вечная мерзлота. Тема, несомненно, сложна, и немногие готовы ее разъяснить. Однако нам повезло. И помог в этом профессор кафедры общей и экспериментальной физики НОКУ. Около четверки всей земной поверхности, то есть неводной, она относится к зоне вечной мерзлоты. Что это означает? Это означает, что вы можете вот стать в каком-то вот местке вот тут вот, и у вас, если вы станете в зимнее время, то там, конечно, как отсюда, заморожено. А в летнее время там оттаивает только верхний слой. Вечная мерзлота – это подземный лед и холод, проникающие в глубину недр земли на сотни метров. Ее возраст около полутора миллионов лет. Состоит же из замерзшей грунтовой влаги, льдов и скопления метана между пластами земли. Но, как мы знаем, ничего вечного нет. Мерзлота, как и все на земле, непрерывно меняется. Особую опасность при глобальных изменениях составляет залежи газа. Метан, если он вырвется в больших количествах, скажем, вот в шахтах иногда вырывается, там метан, это грозит взрывом там. А если его количество будет достаточным для шахты, например, и будет измеряться там кубическими километрами, то это просто ужасная катастрофа на шахтах всей земли. И такое тоже может быть. За последний век в среднем температура увеличилась на полградуса. А резкое потепление климата произошло в 70-х годах, когда усилилась индустриальная деятельность. К примеру, в нашей области можно насчитать более 15 крупных заводов, занимающихся тяжелой для экологии промышленностью. Человек начинает тратить природные ресурсы на то, что людям вообще не нужно. Вдруг человек убеждает, что он не знал о каком-то там товаре, а ему говорят, что это обязательно нужно, это вот там все-таки особая крутизна какая-то. А в итоге, вы посмотрите, какое количество сейчас мусора выбрасывает каждая семья. То есть опасность, она, как говорят, дьявол кроется, он живет нигде, это там снаружи. А он кроется вот здесь и здесь. Ждет ли нас глобальное потепление или ледниковый период, пока неизвестно. Но существует мнение, что человек сможет взять под контроль климат и погоду в будущем. А насколько это будет успешно, покажет только время. То, что мы видим, зависит от того, как и куда мы смотрим. Профессор Томского государственного педагогического университета увидел наш город в несвойственном обличии, в каком именно, расскажет Мария Зверева. Существует множество теорий о возникновении городов и о восприятии их нашими предками. Профессор Томского педагогического университета провел для студентов НОВГУ публичную лекцию. Тема выступления – русский город как икона и сакральный текст. По его словам, человек, впервые приехавший в любой город, не замечает то, что спрятано за историческими сооружениями. В то время как коренной житель может прочесть в культурном достоянии мысль, скрытую при образовании поселения. Любой традиционный русский город – это Иерусалим. Это попытка создать цитату Иерусалима. И в таком религиозном смысле эта цитата, она представляет собой икону. То есть это такое изображение пространственное, которое сделано с помощью не краски и дерева, как икона, а с помощью зданий, сооружений, храмов, которые расположены в пространстве. Таким образом, чтобы любой человек, который в этом пространстве оказывается, ощущал себя хоть немножко в Иерусалиме. Профессор выделил три периода восприятия города. Изначально люди создавали построения, вкладывая в них семиатические сообщения. Население второго этапа пыталось добавить больше эстетической красоты, а период современного города представляет собой шум и постройки для заполнения пространства. По его мнению, цитату Иерусалима можно заметить даже сквозь суету современности. Но с этой точкой зрения согласились не все ученые университета. Я считаю, что в Новгороде есть черты Константинополя. «София» — это цитата Константинополя. Может быть, мне не хватает... Я не была в Иерусалиме, но я понимаю, что Иерусалим был создан константинопольцем. И для православия таким городом-ориентиром служит Константинополь. И София, она Константинопольская. Томский профессор во время лекции уточнил, что семиотические послания каждый может понять по-разному. Именно поэтому теория происхождения русских городов — несколько. Его мнение по проблеме заинтересовало и студентов Новгородского университета. Я даже не мог представить, что есть такой смысл. И те маленькие аналогии, которые были про Новгород, про мой коренной город, из которого я жил. Я понял, почему ощущается такая небольшая легкость и связь все-таки с тем, что храмы такое влияние оказывают. Более сильная, чем я ожидал. Проследить черты истоков происхождения русских городов трудно. Но если хорошо постараться, то можно уловить значение семиотических посланий и даже выдвинуть свою теорию. Пока это все, что мы успеваем вам рассказать в следующем выпуске. Вы увидите продолжение лекции американских преподавателей, молодежный фестиваль поэзии и другие новости. Смотрите Новгородское областное телевидение. Увидимся с вами ровно через неделю. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова